В Лянкаране, южной жемчужине Азербайджана, имеются все условия для развития сельского хозяйства. Здесь выращиваются различные сорта овощей и фруктов и производятся продукты питания. К примеру, выращиваемый в Лянкаране сорт мандарина – халабон – на пространстве всего СНГ растёт только в этой местности. В ближайшие месяцы на этих цитрусовых садах ожидается третий сбор урожая. «Площадь сада составляет 10 гектаров, на семи из которых посажено 4000 деревьев. В прошлом году здесь было собрано 25 тонн продукции. Сад был создан в 2015 году. В первый год было собрано 10 тонн продукции. В этом году с данного сада планируется сбор 45 тонн урожая. У нас есть идеи для сотрудничества. Хотим привлечь инвесторов. В этом году планируется экспорт 20 тонн урожая». Финансируемый ЕС-проект «EU for Business» направлен на изучение инвестиционных возможностей в сельскохозяйственном секторе в Лянкаране, а также изучение тенденций развития сельского хозяйства в регионе. «Почему Лянкаран? Потому что он является интересным для развития сельского хозяйства региона. Нас заинтересовала тут пищевая промышленность. У нас есть соглашение, подписанное между Европейским Союзом и правительством Азербайджана о развитии сельского хозяйства в Лянкаране. Бизнес-миссия Европейского Союза в этом районе Азербайджана будет запущена в конце этого года, и программа продлится 3-4 года. Программа охватывает шесть районов, входящих в этот регион страны». Представители и бизнесмены из Европейского Союза ознакомились с одним из агентств, содействующих развитию фермерского бизнеса в Лянкаране – Государственным центром аграрного развития. Во время встречи с европейской делегацией была представлена подробная информация о работе центра, предоставляемых услугах и электронном сельскохозяйственном проекте. «Центр, в отличие от прежней деятельности, превратился в сервис ориентирован на организацию. На данный момент он обслуживает 70 сельскохозяйственных зон. В перспективе запланировано увеличение количества услуг. Они подразделяются на услуги по растеневодству, животноводству и службу технического контроля». Было отмечено, что при Лянкаранском государственном центре аграрного развития действует региональная агрохимическая лаборатория, отдел защиты растений, служба технической инспекции, центр сертификации семян, ветеринарный отдел. В рамках деловой миссии, проводимой Европейским Союзом и Германо-Азербайджанской внешнеторговой палатой, гости ознакомились с деятельностью завода по производству томатов, кетчупов, компотов и других продуктов питания в Лянкаране, где они попробовали приготовленные здесь натуральные продукты. Гости также посетили чайную фабрику в Лянкаране и Астаре, где были проинформированы о выращивании чая, сушке и упаковке листьев. Как отметили представители Евросоюза, в Южном регионе важно продвигать не только продукты питания, но и флору и фауну. Поэтому регион также важен с точки зрения агротуризма. Медина Гурбанова, ФРС Абергазе, Алис Орхай-Углу, Сибиси.